Мы сейчас, господа, провожаем этот, так называемый, високлассный год. Это у нас тренировка. Да, провожаем, чтобы больше... Через сколько он лет будет опять? Через четыре года. Через четыре года. Что, революция опять четыре года? Дожить до следующего високлассного года, а там уже посмотрим. Это точно. Верно? Ну вот, за это мы... Ну, давайте. То есть, начнем по нарастающей, я так понял, да? По важности событий. Я уже понял. Как портвейн португальский? Очень. Вот о чем я и говорю. О чем я и говорю. Вот это вот настоящее вино, конечно. Слушайте, шикарный стол. Вот у меня... Вот аппарат, как назло. А мы снимаем? Мы снимаем сейчас, да? Ну, чтобы это было, пока мы, так сказать, серьезные, все трезвые, мы должны упомянуть, во-первых, всех ушедших в этом высокосном году. Слушай, не хватит. Во-вторых, хор Александрова, выдающийся ансамбль России, который пестовался из поколения в поколение, питался наиболее сильными певцами и композиторами, и дежурами. Все самое лучшее стекалось туда. Все теперь потеряно. Я уверен, что он когда-нибудь будет восстановлен. Да будет. Школа есть, конечно. Осталось еще там. Нет. Потом, да. Там, кажется, не было снижение. И оркестр остался. Оркестр остался, да. И остался. Но самое плохое, что погиб дирижок. Гениальный человек. И я, значит, как только я услышал вот это вот по телевидению, я не мог заснуть. И я почувствовал, что я должен что-то написать. Да. И я написал, действительно. Я вам сейчас зачту. Возьмите мы, так сказать, надеем в инфуминальную просто стихотворение. Я чувствовал, что мне не заснуть. Я должен излить это на бумагу. Иначе у меня это вклорусит. В обычном, когда человек умирает, о нем говорят. Он приказал нам долго жить. Мы же участники. Ну и мое стихотворение так называется. На гибель хора Юмида Александрова. Они нам... Они нам приказали долго жить. И песни петь, и Родину любить. Быть, будь проклят этот високосный год. Как много ты традания принес. И будет жить. И будем жить мы вечно. Смеяться и любить беспечно. На зло всем черным силам. На радость всем друзьям и милым. Их святые жизни. Пускай пойдут все на алтарь отчизны. Вот такое стихотворение. Я написал ночь, когда узнал того, что... Меня это, конечно, убило морально. Потому что такой ущерб, он, можно сказать, невосполнимый. Мы еще не осознали этого ущерба. Это самое лучшее лицо. Самое лучшее лицо.